Новосибирские новости Новосибирские новости Новосибирские новости Надо заранее карту доставать, то потом долго будешь искать карту в портфеле. Но ты же привыкла? Да, более-менее. Свои барьеры и против инфекции. Школьники не ходят по кабинетам, весь день занимаются в одном. Вот, например, урок УБЖ идет в классе истории. В столовую не все разом, а только по 50 человек. На время пандемии ввели веерное расписание. У каждого, так скажем, сегмента, групп, классов есть свое начало уроков. Начинается первая волна в 8 утра и плавненько-плавненько до 12-30 ребята группами ходят на уроки. У нас сегодня 18 заболевших детей у РВИ и ни одного ребенка заболевшего нет. Ковид, педагогов нет, карантина нет. Заместитель губернатора оценил. Вердикт с безопасностью здесь палку не перегибают. Вот, выполняют все необходимые требования. Дети защищены, социальная дистанция соблюдается. Но так, к сожалению, не везде. Появилась информация. В 175-й школе дети и учитель пострадали от слишком радикальных мер безопасности. Получили ожоги глаз и кожи от кварцевой лампы. Сейчас этот факт проверяют. Мы выводы соответствующие сделаем после оценки и правоохранительных органов. Ну и мы проводим соответствующее педагогическое расследование. Новые антиковидные меры заставили многих привиться. Вопреки убеждениям, еще один пункт вакцинации сегодня открыли в торговом центре «Аура». Если бы не день рождения моего брата, куда вчера сказали код, я бы не поставила. С работы уволят, если не поставлю. Поэтому придется. Симптомов никаких не было, ничего. Нормально все принесло. Родители тоже поставили. Эта неделя идет у нас активно по вакцинации. За вчерашний день привито 17 444 человека. Включая первый компонент 11 595 человек и двукратно уже 2849 человек. Мы ожидаем, что в ближайшее время будет нарастать количество привитых вторым компонентом. Прививки, по официальным данным, сделали более миллиона жителей Новосибирской области. Те, подтверждающие вакцинацию, QR-коды уже завтра станут пропуском в рестораны. Александр Сульдин, Денис Савинский, Новосибирские новости. 100 новых автобусов поступят в Новосибирск в декабре. Еще 50 пополнят автопарк по ТП-4 до лета следующего года. Деньги на закупку 2,5 миллиарда рублей выделили из муниципального и областного бюджетов. Они отвечают требованиям доступности среды. То есть это пандусы опускаются специальные, даже некоторые автобусы с наклоном. Есть соответствующий наклон с тем, чтобы обеспечить доступность среды кондиционер салона и кабины водителя. Аппаратура систем навигации, бескондукторная, подчеркиваю, бескондукторная система оплаты. Все автобусы газомоторные нефазы и пазы. В них установят видеокамеры и автоматическую систему мониторинга пассажиров. Транспорт будет базироваться на трех площадках. Их объединят в одно муниципальное предприятие по ТП-4. Автобусы начнут курсировать по Ленинскому, Октябрьскому, Калининскому районам и Центральному округу. Некоторые городские маршруты после обновления автопарка скорректируют. На сцене рассказывают о достижениях российской космонавтики. Около сцены в космосе можно оказаться моментально. VR-очки переносят на выдуманную космическую станцию. Здесь нужно добыть и изучить керн – горную породу. Она рассказывает о грунте и климате местности. Исследование грунта, исследование почвы, ну, как керн является в каком-то смысле частью, является одной из важных задач в освоении космоса для того, чтобы исследовать другие планеты и составлять представление о них от некоторых шагов будущего. Так проходит первый день Всероссийского фестиваля «Наука 0+.» У каждого из десяти дней форума своя тема. Завтра, например, поговорят о медицине, в субботу о космосе. Программа плотная. Утром тематические классные часы проведут в школах. Днем участники фестиваля услышат интересные лекции онлайн. Вечером – кинопоказы и обсуждение фильмов с экспертами. Параллельно в течение дня квизы, конкурсы, виртуальные лаборатории. Много-много того, что будет интересно самой широкой аудитории. От 0+, до пожилых людей. То есть каждый может получить ответ на тот вопрос, которого интересует. Ребятишка сформировать свою образовательную научную траекторию, а студенты понять, куда им дальше идти, оставаться в профессии, с кем работать, что делать дальше. До конца ноября на втором этаже ГПНТБ будет работать выставка от ГИОТА-института и общества Макса Планка. Этот стенд рассказывает о работе мозга и о новейших исследованиях о нем, правда, на немецком языке. А для тех, кто его не понимает, есть специальная интерактивная зона. Вот такие абажуры. В него можно зайти и испытать с помощью музыки настоящую эмоцию. Например, здесь мы можем испытать гнев. А на инфографике можно увидеть, какая часть мозга задействована, когда человек испытывает ту или иную эмоцию. Анна Братушкина и Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Неожиданные последствия пандемии. Все больше кошек попадают в новосибирские приюты. В основном это питомцы пожилых людей, тех, кто умер из-за ковида. Мест для осверотевших животных не хватает. Первому городскому приюту нужны волонтеры и пожертвования. Татьяна Кияева выяснила, какая помощь необходима прежде всего. Например, в сказках кошка должна пить молочко и есть рыбку. И тот и другой продукт кошкам противопоказан. Собака должна грызть косточки. Категорически противопоказано для собачьей косточки. И собаки и кошки ненавидят друг друга. Но и это неправда. Собака Маруся делит вольер вместе с кошками. Спит с ними на одном матрасе и ест из одной миски. Стая сородичей и пса не приняла. Первый городской приют самый крупный в Сибири. Площадь больше гектара. На этой территории содержат 280 собак и 218 кошек. Держат кошек в основном пенсионеры. Да, молодые, работающие, им все некогда. Они откладывают заведение животного на потом. А сейчас в связи с коронавирусом стали умирать целые семьи. Вот знаете, достаточно они редко с ней звонят и говорят, там дедушка умер, бабушка лежит в реанимации, кошка, некуда девать. Бабушка одинокая умерла от ковида, у ней осталось 6 кошек. Приют частный существует за счет пожертвований. Мест на всех животных не хватает. Содержать кошек в приюте сложнее, чем собак. Во-первых, потому что их корм стоит дороже, он должен быть белковым. А во-вторых, кошки это одиночки. Они не любят жить в больших группах, потому что постоянно ждут нападения. Когда они живут все вместе, они, как правило, чаще болеют. Пожертвования уходят на покупку корма и лекарств, ошейников, мисок и игрушек. В приюте не хватает рабочих рук. Волонтеры нужны, чтобы ухаживать за животными, наводить порядок на территории и расчищать от снега тропинки. Волонтеры, как правило, все время меняются. Это люди приходящие, уходящие. Единицы задерживаются надолго. Кошки, они привыкают к человеку, они его узнают. Поэтому нам, конечно, хорошо было бы, если бы это были постоянные волонтеры, которые приходили. Допустим, один пришел во второй вольер, другой пришел в третий вольер. И каждый занимался бесконкретным животным. Приюту всегда нужны сухие корма для кошек и собак, хозяйственные принадлежности и строительные материалы. Зимой пригодятся лопаты. Здесь очень рассчитывают на помощь горожан. Татьяна Кияева, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Воспитанникам детского дома вручили подарки. Их своими руками сделали участницы конкурса «Тихая красота». Эти игрушки, как талисманы, должны приносить удачу. Во всероссийском конкурсе приняли участие 33 красавицы из разных городов страны. Каждая из них по своему индивидуальному эскизу создала игрушку с ароматом лаванды и кофе. В центре «Теплый дом» две победительницы вручили детям сувениры, сделали совместные фото и дали примерить короны. Своим примером девушки показали, что можно добиться успеха вопреки всем сложностям. Очень тяжело действительно смотреть, чувство очень высокое. У меня свои двое детей, они тоже неслышащие. Но они выросли с мамой и с папой, а это детки одни. Конечно, мы рады, что подарили, что частичку своей души детям вложили этим. Очень много. На удачу пусть эта игрушка им будет для хорошей жизни в будущем. Новое британское кино и анимацию покажут на большом экране. Зрители ждут пять сеансов маленькой путешествия в мир британской культуры. В подборке громкие имена и работы начинающих кинематографистов. Завтра в программе «История взросления» и «Поиска себя» в ленте «Дорогуша». Фэнтези с названием шоу режиссер погружает зал в ночную сказку. Герой фильма со множеством личностей и паспортов попадает в английский город, населенный призраками. Место здесь нашлось и красавицам, и чудовищам. Закроет фестиваль в воскресенье картина «Человек в шляпе» – роуд-муви с Кираном Хайнсом. Он снимался в «Игре престолов» и фильме Спилберга «Мюнхен». Герой ленты «Человек в шляпе» путешествует через горы, ущелья и мосты Франции, слушает музыку, истории любви и, конечно, встречает таинственных незнакомцев. Фестиваль можно сравнить с ежедневным журналом, с чем-то, что происходит прямо здесь и сейчас, чем-то очень разным. Возможно, пройдет там много лет, и какие-то из этих фильмов войдут в историю, какие-то не войдут в историю, но почувствовать, как живет, чем дышит именно сегодня британский кинематограф, можно вот на таких фестивалях. Кстати, хороший повод послушать именно «Бритиш-инглиш» и таким образом познакомиться с современным кино. Добавлю, фестиваль британского кино проходит в кинотеатре «Победа». Другим темам – прикоснуться к искусству, не дотрагиваясь до картин. В библиотеке имени Богаткова открыли мультимедийную выставку. Здесь представили портреты русских классиков. Рядом с каждой картиной есть QR-код. Он раскрывает интересную информацию об известных авторах. Екатерина Карпенко тоже почувствовала себя художником. Булгаков, Пушкин – маяковские портреты выдающихся писателей, монохромные и в цвете, будто написанные разными художниками, хотя автор один. У меня не было задачи делать какой-то единый формат, единую концепцию. То есть у меня не было какой-то массовый заказ для школы. Поэтому я по своему ощущению хотела попробовать все. То есть я хотела попробовать и сухую пастель, и уголь, и простой карандаш. Под каждой картиной уже привычный всем QR-код. Он тоже дает пропуск в виртуальный мир искусства. Нам понадобится найти камеру на своем смартфоне, нажать, подвести к QR-коду. Здесь появится ссылка «Кликнуть на нее», и мы сразу же переходим на сайт, где описывается краткая информация об этом писателе. А тем, кто привык воспринимать информацию визуально, то в конце сайта представлен видеоролик, который можно просмотреть. Прочитать краткую биографию писателя, познакомиться с интересными фактами, которые случились с этим автором. И факты действительно интересны, потому что мои коллеги провели масштабную работу, чтобы выявить те моменты, которые неизвестны большинству читателей. Поэтому это, можно сказать, уникальный контент. Участники выставки могут ощутить себя художниками, создать картину пастелью. Мастер-класс дает портретист Осия Елибаева. А что именно изображать, каждый решает сам. Смелее всех за работу берутся дети. Тяжело рисовать на самом деле таким мелком. Я в принципе не художник. Расскажи, как у тебя удается рисовать? У меня, я так-то редко рисую, но для меня нормально. Для меня сложно в том, что все нарисовать. А разукрашивать, раскрашивать, это не сложности. Рисовать и разукрашивать так действительно проще, чем акварелью или гуашьем. Но пастель не прощает ошибок. Стереть пигмент не получится. Он сразу въедается в бумагу и перекрыть ошибку шансов уже не будет. Зато на память останется неповторимый портрет, который каждый может забрать с собой. Екатерина Карпенко, Алексей Андрабаев, Новосибирские новости. Сепсельмаш провел первую домашнюю игру в новом сезоне чемпионата России по хоккею с мячом. И заработал первое очко. Соперником стал Уральский Трубник. Наша команда выглядела активнее, но в итоге ничья 2-2. С трибуны болельщиков Михаил Якимов. Сепсельмаш! На своем стадионе в новом сезоне Сепсельмаш выступает впервые. Не удивительно, что при поддержке трибун новосибирские хоккеисты больше времени проводят в атаке. На первый домашний матч любимой команды в новом розыгрыше чемпионата страны собралось довольно внушительное число болельщиков. Слово «новый» в этом сезоне для Сепсельмаша вообще, наверное, ключевое. Оно относится не только к сезону, но и к изменениям внутри клуба. Обновилось и руководство команды, и состав, и пришел новый главный тренер. Все эти факторы привлекли болельщиков на трибуны. Новосибирцы стартовали в чемпионате неудачно. В минувшее воскресенье уступили в Красноярске одному из фаворитов – Енисею. Со счетом 4-12. Домашняя игра с командой равной по силе – хороший шанс реабилитироваться после поражения. Но, несмотря на преимущество в атаке, уральский трубник уверенно обороняется, а порой опасно огрызается. В всю игру как бы у нас было больше моментов, больше на мяче были. В первом тайме даже не знаю, на что обратили внимание. Они тоже как бы в основном выбивали мяч на нашу половину, более. Не забили свои моменты, они в первом тайме удачно два пробились с рикошетом, поворотом. Не хватало немножко агрессии в атаке. Можно было одного игрока, в принципе, где-то оббежать. Может, у кого-то там ноги подсели. У нас поняли усталость и разворачивали. И начинали заново взламывать оборону соперника. Новый наставник Сипсельмаша Алексей Жеребков в прошлом тренировал именно уральский трубник. Как играть против этой команды, знает. Плотную оборону соперника в центре пытаются вскрывать через фланги. Но не всегда удачно. Итог встречи – ничья со счетом 2-2. Ребята все равно молодцы старались. Видно было, что не хотели проигрывать, не хотели даже... Хотели выиграть. Хотели выиграть, но не хватило. Не хватает немножко мастерства. Я говорю, где-то еще не справились с волнением. Все равно первый матч при своих болельщиках, здесь тоже это имеет место быть. Матч с уральским трубником открыл домашнюю серию игр Сипсельмаша. Следующая встреча также на своем льду в субботу 13 ноября. С лидером чемпионата – московским «Динамо». Михаил Якимов, Олег Королевец. Новосибирские новости. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова